Здравствуйте, дорогие подписчики проекта InDubai и YouTube-канала InDubai. Спасибо вам большое за просмотр предыдущего видео о арабском языке. И сегодня мы поговорим с вами о культуре, арабской культуре в Объединенных Арабских Эмиратах, и в частности в Дубае, а также о самых нужных и распространенных фразах в арабском языке. Идея родилась у нас случайно, мы просто обсуждали, что можно еще рассказать об арабском языке. И Аня предложила поделиться моими знаниями о том, какие слова вам понадобятся, если вы приедете в Дубай. Какие арабские слова вам могут пригодиться. Поэтому сначала мы поговорим с вами об эмиратских арабах, если можно так сказать, какие-то их национальные черты. А затем я скажу пару-тройку слов, которые могут пригодиться. Бытует мнение среди русских людей, что арабы, они либо граждане Арабских Эмиратов, либо Саудовской Аравии. На самом деле у нас на данный момент в мире существует 23 арабские страны. Они располагаются у нас на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове и в Северной Африке. В число арабских государств входят такие страны, как Иордания, Сирия, Палестина, Ливан, Ирак. Также это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Омман. Также у нас есть Египет, Марокко, Тунис и ряд других государств. Поэтому, когда вы говорите об арабах, то нужно, наверное, уточнить, о каком конкретно арабе. Будь он то из Египта, или из Сирии, или же из Объединенных Арабских Эмиратов. Конечно же, они все арабы, все у них есть один объединяющий их арабский язык, литературный. При этом у каждой страны есть свой диалект, есть также говоры в одной стране. У них есть определенные черты культурные, национальные, но и в каждой стране есть свои какие-то особенности. Сегодня мы как раз поговорим об особенностях арабов в Объединенных Арабских Эмиратах. Сколько же всего арабов живет в Объединенных Арабских Эмиратах? Это, конечно, спорный и обширный вопрос. Прежде всего мы спросим, какие арабы. Берем ли мы в расчет арабов из приезжих, из других государств, или мы говорим только об арабах, жителях и гражданах Объединенных Арабских Эмиратов. Всего в Эмиратах около 8-9 миллионов человек. При этом, по разным данным, порядка 88% населения – это приезжие. Прежде всего это индусы, пакистанцы, но за ними следуют уже граждане других государств. Самих же арабов, граждан Объединенных Арабских Эмиратов, порядка 20% от всего населения. По разным подсчетам это в районе 600 тысяч человек. То есть истинных граждан и настоящих эмиратцев всего около 600 тысяч человек. Как можно отличить эмиратцев от других арабов? Но эмиратцы носят, мужчины носят белую одежду, белые, скажем так, длинные платья и платок на голове, который держится за счет черного круга на поверхности головы. А женщины одевают абаю, черную национальную одежду. При этом эмиратские женщины, как правило, не покрывают челку или начало волос. Их можно легко, волосы этих женщин можно легко увидеть. Тогда как арабы из других стран могут одеваться, мужчины, в обычную одежду, как и европейские. Это брюки, рубаха, штаны, джинсы и футболки. Женщины могут также одевать какие-то платья повседневные и просто покрывать голову хиджабом. Либо же из Саудовской Аравии арабские женщины могут покрывать полностью лицо и видно только глаза. И также все черное платье. И мужчины из Саудовской Аравии также носят белые платья. Есть еще много признаков и отличий. Как можно отличить саудовского человека, допустим, от эмиратского. Но это нельзя сказать, что эти данные достоверны. И утверждать можно точно, что это эмиратский или это саудовский человек. Некоторые люди говорят, что эмиратские мужчины носят свои платья белые, у которых нету воротников. То есть они под горлышко. А саудовские мужчины, у них как раз воротничок-стоечка. Также некоторые говорят, что эмиратские мужчины носят только сандалии. Тогда как, например, в Саудовской Аравии и в других странах, таких как Уман, Катар, они могут одевать обычные ботинки. Также разделяют эмиратских людей внутри эмиратов по платку. Там из Шарджа, допустим, это черный платок, из Дубая это красный платок. Но я не могу сказать, что это все действительно так. И действительно можно отличить по этим признакам эмиратских людей от других арабов. Если у вас есть какие-то по этому поводу данные, то можете опираться на них, можете просто познакомиться с каким-нибудь эмиратским человеком и спросить, ты откуда, как тебя отличить от других жителей. Многие спрашивают также, какие традиции и привычки присущие людям в эмиратах. На самом деле общество арабов, в общем, эмиратцы, они очень, скажем так, живут в закрытом своем пространстве, мало общаются с иностранцами. И попасть к ним в их общину, скажем так, не так-то легко. Поэтому существует много стереотипов или каких-то выдуманных фактов по поводу жизни, традиции арабов. У меня, честно говоря, нет знакомых эмиратцев, но у меня есть знакомые бедуины, которые, по сути, все арабы-бедуины. Но в Эмиратах, в Саудовской Аравии и есть также в Иордании, которые причисляют себя к истинным бедуинам. И что они относятся к определенным группам, нежели другие арабы. Какие у них традиции и обычаи? У них свой, во-первых, диалект, свой говор, который они поддерживают, разговаривают между собой. И другие арабы могут не понять, о чем переговариваются между собой бедуины. Они живут, как я уже сказала, в закрытых кланах, женятся, как правило, на девушках. Или там мужчины берут в жены девушек из своего клана, не из вне, не из каких-то других. Они еще, несмотря на то, что у них закрытое общество, и там они поддерживают свои арабские традиции и культуру, они, в принципе, идут в ногу со временем и относятся нормально к прогрессу. Главное, что бы мне хотелось сказать, не нужно поддаваться каким-то стереотипам и думать, что арабы, они какие-то вышедшие из пустыни, кочевники, которые не знают цивилизации, или которым чужды наши какие-то насущные проблемы. Мы видим, как быстро развивается Дубай, как много здесь результатов прогресса и развития цивилизации. Также и арабы, они идут в ногу со временем, и даже те бедуины, которые живут в своих кланах, они нормальные люди, они могут также общаться с иностранцами. И, в общем, им все человеческое им не чуждо. Как вести себя при общении с арабами? Как я уже сказала, арабы, они такие же, как и мы, люди с планеты Земля, и все, что знакомо нам, также знакомо им. Единственное, конечно же, отношение полов в арабских странах и у арабов несколько другое, нежели, например, в России. Это немного более дистанцированное отношение между мужчиной и женщиной, и нету такого понебратства, скажем так, как у нас. При общении с арабами, мужчины, не будьте удивлены, если вас вдруг захотят не только вам пожать руку, но и поцеловать в щеку, это, в принципе, среди арабов нормально, и это показывает уровень доверия к тому, как человек расположен к вам, уважает вас, и, в общем, подпускает, так скажем, вас к себе близко. Но при общении с женщинами ни в коем случае мужчинам не нужно подавать руку, чтобы пожать ее до того момента, пока женщина сама вам не протянет руку, и как бы не подаст знак, что она готова с вами поздороваться, познакомиться. И также женщинам, которые здороваются с арабскими мужчинами, не стоит протягивать руку для пожать, потому что некоторые это не принимают. И также не нужно тянуться, обнять мужчину, мало знакомого, или поцеловать даже по-дружески. Что можно делать и что нельзя делать при общении с арабами? Конечно, лучше не касаться темы религии, если для вас это больно, и если вы как-то враждебно настроены. Вообще дебаты на тему религии в Эмиратах запрещены, и это может караться по закону, если будет оскорблена ислам, или какая-то другая христианство, или какая-то другая религия. Нужно относиться к религии уважительно, с пониманием. Если вы чего-то не понимаете и не признаете, то, в общем, держите свое мнение при себе. Также нельзя распивать спиртные напитки ни в общественных местах, ни где-то у себя дома. Если вдруг это выйдет дальше, чем ваш дом, какой-то пьяный дебош, вы тоже угодите в полицию. Наркотики также запрещены в Эмиратах. И вообще не культурное, скажем так, агрессивное поведение. От этого лучше воздержаться и относиться к людям вокруг вас с уважением, с терпением и с пониманием. Известны случаи депортации за драку, за неадекватное поведение. Также еще важно отметить, что лучше не показывать свои чувства к возлюбленной или к возлюбленному, даже к мужу или к жене. Не стоит целоваться, обниматься очень активно на публику. Конечно, если вы будете там скромно держаться за руки, вас не депортируют, но если вы уже более открыты и бурно будете показывать свои чувства, то это может быть тоже... это сулит неприятности. Возник вопрос, можно ли иностранцам носить национальную арабскую одежду Абай и Кандур. На самом деле, когда этот вопрос был задан, я стала искать информацию по данному вопросу и нашла, что никаких законов или государственных, скажем так, запретов на ношение иностранцами Абай и Кандур нет. На самом деле, Абай и Кандур вы можете купить в сувенирном магазине. И, конечно же, раз это такая доступная одежда даже для иностранцев, вы можете ее одевать. Единственное, нужно ее носить с уважением и ни в коем случае не одевать ее в целях сделать из этого шутку, либо как-то оскорбить местное население. Я нашла даже блог одного эмиратца, в котором он писал, что он был бы рад видеть иностранцев, носящих Кандуры и Абай, потому что это бы показывало, что люди из других государств уважают и любят одежду эмиратцев. И ни в коем случае это не запрещено, это наоборот вызывает улыбки и какое-то приятное чувство у местных арабов. Единственное, как я уже сказала, ни в коем случае не нужно сделать из этого какое-то шоу и шутку, и как-то оскорблять одежду, либо же посредством одежды местное население. Возник вопрос по поводу одежды. Почему мужчины носят белую одежду, а женщины черную? На самом деле четкого ответа на этот вопрос нет. Все это уходит глубоко своими корнями в традиции, в историю арабов. Кто-то говорит, что это религиозная вещь, но на самом деле в исламе, насколько я знаю, нет четкого определения, что мужчин должен быть только в белом, а тем более женщин только в черном. Поэтому это, я думаю, больше традиция. И при этом черный цвет для женщины, поскольку женщины должны быть скромны и не привлекать внимание мужчин, то черный цвет как нельзя лучше для этого подходит. А сейчас, я думаю, это часть просто культуры эмиратов и часть их самоопределения, чтобы как-то выделиться или не быть частью толпы вот этих иностранцев, которые живут в Эмиратах. Сейчас мы плавно подошли к теме арабского языка. И первый вопрос – это чем отличается арабский язык в Эмиратах от другого, скажем так, арабского языка. Но прежде всего нужно сказать, что арабский язык делится на классический или литературный арабский язык, на диалекты и говоры. Литературный арабский язык – это язык телевидения, газет, книг. Диалект – это, скажем так, высокий, грамотный арабский язык, который преподают в университетах, в школах и, в общем, учат как иностранцев, так и местных жителей. Диалект – это разговорный арабский язык, в каждой стране он свой. И диалект – это только язык разговора. Как таковой грамматики не существует, и это не язык письменности. Также существуют говоры – это уже различия в произношении или в каких-то различиях в словах внутри одной страны, в зависимости от того, с севера или с юга население, либо, в общем, разделение по районам. Арабский язык в Эмиратах, мы можем сказать, что относится к диалекту Персидского залива. Чем характерен этот, чем отличается диалект Персидского залива? Главное, самое главное его отличие – это произношение буквы. В арабском языке есть буква «жим», в Эмиратах её произносят как «я». И, например, есть слово «раджуль», что означает «мужчина» в литературном арабском языке. В Эмиратах это будет звучать как «рояль». Также есть, например, «пятница» – «яу-муль-джума». В Эмиратах это будет звучать как «яу-муль-юма». Это отличительная черта. Конечно, есть ещё разные слова произносятся по-другому и вообще имеют разное, так сказать, происхождение, если можно так сказать. Но вот главное отличие – это произношение некоторых букв, в частности, буквы «джим». Ну а теперь мы перейдём к наиболее полезной части всего нашего видео. Это самые не распространённые, а наиболее полезные слова арабские, которые могут вам пригодиться в Эмиратах или в любой другой арабской стране. Итак, начнём. Первое слово – это, конечно же, приветствие. Как вы можете поприветствовать арабского человека? Прежде всего, вы можете с ним поздороваться и сказать «Ассаляму алейкум». Что значит, если дословно перевод – «Мир вам». Но литературный перевод – это просто приветствие, как «Здравствуйте». На что, если с вами так поздоровались и сказали вам «Ассаляму алейкум», нужно ответить «Ассаляму алейкум», что означает «И вам мир» или «И вам здравствуйте». Также вы можете более неформально поздороваться и сказать кому-то «Привет», «Хай», что значит «Мархабан». Если с вами кто-то так поздоровался и сказал вам «Мархабан», нужно ответить «Ахлян». Кто-то приехал к вам в гости, вдруг это ваш арабский друг, вы можете ему сказать «Добро пожаловать». «Ахлян ва сахлян». Ещё раз. «Ахлян ва сахлян». Это дословно переводится как «Добро пожаловать». Если вам нужно попрощаться с арабскими знакомыми, друзьями, можно сказать «Маа саляма», «Маа саляма», что значит «С миром» или «До свидания». Также вы можете попрощаться и сказать «До свидания». Это дословно так и переводится «Увидимся», «До встречи». Также, чтобы поблагодарить, вы можете сказать слова «Шукран». «Шукран» значит «Спасибо». «Шукран». Если вам кто-то говорит «Спасибо», вы можете сказать «Пожалуйста». «Афван», 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 «Что значит «Пожалуйста». Также слово «Афван» можно использовать как «Извините», «Excuse me», «Афван». Можно вместо «Афван» использовать «Озран», «Озран». Если вы что-то сделали, хотите попросить прощения, вы можете сказать «Ана Асиф», или для женщин «Ана Асифа». Также вы можете спросить «Как дела?». Для мужчины это будет «Кейфа Халюкя», «Кейфа Халюкя», «Кейфа Халюкя». И для женщины «Кейфа Халюки», «Кейфа Халюки». Вдруг вы хотите с кем-то познакомиться, вы можете спросить «Как тебя зовут?». Можно сказать «Ма Исмуки» или «Ма Исмукя». «Ки» — это для женщины, «Кя» для мужчины, или «Ма Смукя», «Ма Смуки». И также, если вы хотите сказать «Меня зовут» так-то, надо сказать «Исми Иван, Антон, Татьяна, Тамара» или «Исми Лидия». Спасибо всем большое за просмотр этого видео, надеюсь, оно оказалось полезным. Хочу сказать, что арабский язык очень красивый, насыщенный, красноречивый, много речевых оборотов. Даже письменность арабская, она не как письмо выглядит, а как произведение искусства, как рисунок. Поэтому, если у вас возникло желание учить арабский язык, то поддайтесь этому желанию. Вы можете найти многочисленные курсы по интернету, можете в своем городе найти курсы при университетах, может быть, в каких-то центрах. Есть в интернете много пособий, есть различные видеоуроки в YouTube. Единственный мой совет – начинайте учить литературный арабский язык, потому что многие говорят, ой, зачем учить этот литературный язык, он никому не нужен, лучше я буду учить какой-нибудь диалект. Но диалектом вы себя ограничиваете, вы будете знать только его, можете разговаривать на этом диалекте, на территории страны, которым он принадлежит. Читать вы не сможете, может быть, что-то сможете написать, но для вас будут закрыты арабская литература, арабская культура, телевидение, газеты. Вы это ничего постичь не сможете, просто разговорный какой-то с кем-то, с какими-то друзьями. Поэтому учите арабский литературный язык, для вас откроется целый мир, и при этом вы всегда сможете освоить, уже зная базу, вы сможете освоить любой диалект, а может быть, даже и несколько. Удачи всем, и спасибо вам за просмотр. Если возникли какие-то вопросы по арабскому языку, обращайтесь ко мне. И прошу, если у вас возникли вопросы в области права, юрисдикции, или какие-то другие, не касаемо арабского вопроса, я в этом некомпетентна, поэтому если чем-то смогу помочь, то это только мое мнение, и не факт, что это правильно. Также нам было бы интересно узнать, какой был опыт у вас с арабами эмиратскими, и не только, что вы знаете о культуре эмиратов и Дубая, о традициях эмиратских арабов. Не удивлюсь, если вы знаете намного больше, чем я, даже о том, как можно распознать и отличить эмиратского араба от какого-то другого. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно, пишите все, что вы знаете в комментариях. Мы всегда будем рады новым людям, новым мыслям и мнениям. С вами была Камышова Лидия, специально для проекта InDubai. До встречи!